Совсем скоро Иваново станет театральной столицей театров «Кукол». С 4 по 8 апреля в областном центре пройдет 10-й международный фестиваль «Муравейник». На участие в нем поступили заявки от 42 коллективов, отобрано только 17. А в самом начале пути в 1995 году организовать «Муравейник» оказалось совсем непросто. Было очень трудно. И вот не очень знакомый всем город Иваново решил организовать международный фестиваль театров «Кукол». Каким способом нам это удалось, я не знаю. Просто это, видимо, такой бешеный был энтузиазм наш, что все-таки мы собрали несколько городов-участников фестиваля. Тогда целыми ночами актеры мастерили сувениры, вручную рисовали плакаты. За 20 лет все изменилось, и теперь «Муравейник» встал в один ряд с ведущими международными фестивалями России. Показывать спектакли будут сразу на трех площадках. Кроме театра «Кукол», зрители гостеприимно примут в Ивановской филармонии и театре драмы. В заявленной программе произошла только одна замена. Вологодский театр привозит спектакль «Царевна лягушка» вместо народной кукольной драмы «Кармен». Это связано с техническими невозможностями наших сцен. Мы так и не смогли подобрать для «Кармен» сцену, потому что хоть и объявлено на сцене филармонии, но, к сожалению, наши театры не обладают такими сценами, которые нужны им в техническом плане. В таком же положении оказывается театр из Гродно, но они все-таки будут показывать пиковую даму на сцене драматического театра. Каждый спектакль фестиваля уникален и заслуживает особого внимания. Изюминка муравейника – кукольное представление, цирк на нитях. Уникальный мастер-марионеточник Виктор Антонов покажет спектакль с клоунами, фокусами и превращениями. Это человек, который сам делает кукол, сам ставит спектакли и сам его играет. Кроме того, он являлся неоднократно художником других спектаклей, которые имеют золотую маску, высшую национальную театральную премию. В этом году в Иваново приедут коллективы из Турции, Польши, Белоруссии. Украинских театров на муравейнике не будет. Но это обстоятельство, как заверили ньюсмейкеры, никак не связано с нынешней обстановкой между двумя странами. Они собираются в это же самое время на фестивале в Паневежесе в Литве, потому что мы зачастую зависим, и числа нашего фестиваля зачастую зависят от финансовых вложений. Вот дало правительство Литвы на фестиваль, определенный в театру Паневежеса, да, и сказало вот такие, и мы к ним не попадаем на фестиваль в этом году, и они к нам не попадают, и Украина едет как раз тот театр, который едет сейчас в Литву. С этими-то театрами мы дружны, и поверьте, что вот когда в среде кукольников обсуждаются такие темы, острые и больные, то у нас-то как раз дружба и любовь. Для всех гостей фестиваля Ивановский театр кукол приготовил сюрпризы. Каждый день муравейника будет тематическим, но чему именно посвятят фестивальные будни, пока тайна, и она будет раскрыта уже совсем скоро.